Машина у нас бомба. Костя не может открыть багажник. Заклинило. Мы ждём. Алиса пропотела вся до ниточки. У неё голова была мокрая-мокрая. Сейчас уже начинает высыхать. Это ужас. Я же спугалась, не будет ли у неё теплового удара. Ну и как-то так ждём, пока на видео уже руку попасть не можем. Бабушка устала держать Алису. Мы поставили коляску на пол. Бабуша колёса, а не в багажнике. Их нельзя достать. А у меня же спина болит. Я же не могу её взять на ручки. Понимаете, она хочет ко мне. Ой-ой-ой. Ждём. Бедный Костя там всё в позиции. Наверное, мы перепихали вещи и багажник. Сейчас, пи-мама, скоро приедет. Костя уже замучился. А мы нашли единственный тенёк, который даёт машина вот такая большая. И очень надеемся, что она не скоро уедет. И потому что реально хорошо, прохладно. Малыш, главное, малыш, в хорошем настроении. О, открыл, открыл, ура! Сейчас будут колёса к коляске. Всё, малыш, сейчас идём, едем. Так, ну всё, всё вроде наладилось. Будем идти. Нас уже пропустили. А людей очень медленно запускают. И мне позвонили Настя с Катей, что они уже идут. Очень жаркий день. Получается, люди стоят, даже тени нет. И я даже за них стала переживать. Скорее бы их пропустили. И тут увидела вдалеке. Настя с Катей уже с кем-то фотографируются. Уже их узнали. У меня, кстати, тоже постоянно, где я не проходила, узнавали, со мной фотографировались. И вот, посмотрите на чемоданы. Катин вы видели. А Настя себе купила красный чемодан. И больше, чем у Кати. Я тоже Кате говорила, купи себе большой. Она говорит, нет, с ним неудобно. Зачем? Мне такого хватит. Ну, тут я больше одобряю Настин выбор. Классно, что они вот так на колёсиках ездят. В общем, чемоданы суперские. Ну что, пришла наша поступившая. И мы отправились на видеожару. Что с собой представляет видеожара? Это фестиваль. Вот здесь такая, как можно сказать, ярмарка организовывалась. Раскладывали всякие товары. И мы пошли, искали, где покормить Алису. Мне пришлось там спрятаться в уголке возле туалета, её кормить. И мы надели футболки с надписями. Правда, Настя и Катя стеснялись и не хотели их надевать до последнего. Каких мы видели видеоблогеров? Вот здесь на входе цепляют видеоблогерам на руки ленточки, чтобы было видно, что это видеоблогеры, и они могут куда-то пройти. И вот это лаунж-зона, в которой уже непосредственно видеоблогеры все находятся, могут кушать. Еда здесь в неограниченном количестве. Я вам потом покажу, какая. Кого мы встретили? Ну, вот эту девочку я знаю. Это Барвина. И ей, по-моему, очень сильно понравилась Алиска. Насколько я знаю, сейчас Барвина снимает совместно с Леди Дианой видео. Оказалось, в блогерском лаунже есть своя сцена. И войти туда могут только лишь блогеры, крупные блогеры, у которых есть доступ на руки. Кстати, вот мы встретили еще одного человека, которого мы знаем. Лично мы с ним не встречались ни разу до этого. Он мне очень понравился. Замечательный характер. У него вообще классные видео очень на канале. Называется канал Видео Бэйби. И он там со своей дочкой читает рэп. Очень круто. Большинство блогеров чувствуют себя очень крутыми. У них это прям на лице написано. И поэтому такая атмосфера счастья в блогер-лаунже присутствует. На самом деле это очень здорово, что молодые вот такие люди могут себя реализовать, стать успешными, известными. Раньше такой возможности не было. Раньше только на телевидение можно было пробиться. А теперь YouTube дал нам всем такой шанс создать собственное телевидение. Мне так не лодка стало. Привет! А вот и я, Нина. Канал Свинки Шоу. Снимает очень качественные видео про морских свинок. Алиса увидела впервые сегодня. Привет! Меня зовут Янина. Янина живет в Киеве. И иногда она приезжает в Черкасс, и мы вместе с Викторией с ней встречаемся. Это Таня Волкова. Очень симпатичная молодая девушка. У нее канал Миллионник. Очень искренне рады нас были увидеть Галчата ТВ. Они предложили вообще встретиться всем пэтс-блогерам вместе. Потом после видео жары когда-нибудь мы обменялись контактами. Они тоже претендовали на блогосферу. То есть были мы, Галчата ТВ и еще кто-то. И мы выиграли. Ну, о нашей победе я расскажу чуть позже. Давайте все по порядку. Сначала мы пошли на красную дорожку. В самом начале видео жары все-все блогеры выходят по красной дорожке. Кстати, придумала эту дорожку Би-мама когда-то. Она работала в компании Айр. Или Эйр, как правильно. И она лично придумала эту дорожку. И вот мы стоим, ждем своего выхода. Это очень волнительно. Очень страшно. Выходить на огромную публику. И тут смотрим, идет Би-мама. Так приятно встречаться с теми, кто тебе искренне рад. Прям мурашки по телу. Я очень хорошо чувствую неискренность в людях. Вот когда мы были в лаунж-зоне, одна мама мне заявила, не снимайте мою девочку. Я спросила, почему? Ну, потому что я так не хочу. Потом она увидела, что мы с какими-то крупными блогерами общаемся, что они нас знают. И сразу же сменила тон. А потом еще и увидела у нас блогосферу в руках и сказала, ой, у вас же такой классный канал, он суперский. Она, наверное, подумала, а может быть они известны? А может быть это канал Миллионник? А может быть с их помощью можно пиариться? Хорошо, что приехали. Спасибо. Я так рада. Я просто не рада. Не рада хоть. Тут две актрисы начали общаться на своем, понятном им языке, рассказывать о своих впечатлениях. Катя рассказывала, как она переживала, когда поступала. Настало время выходить на красную дорожку. Сердце бешено билось. И тут я не выдержала, отложила камеру и пошла давать пять зрителям. Не знаю, меня они пришли смотреть или меня, неважно. Они так тянули свои ручки, а все блогеры шли мимо и просто снимали на камеру. Ну не все, конечно, но большинство. Мне стало жалко детей, я пошла давать им пять. Смотрите, сколько подписчиков пришло на видео жару в первый день. Мне очень хотелось показать наши футболки, потому что мы мечтали, когда выйдем по красной дорожке на сцену, встать, сложить слово хомки и чтобы это было видно. Но, конечно, все остальные тоже хотели стоять спереди. И мамы, у которых дети блогеры, конечно, сразу их пропихнули, сказали маленькие вперед. За ними всеми даже Алисе ничего не было видно. Я подняла ее высоко на руках, с чего потом очень долго смеялась наша Настя. Она сказала, мама, ты ее подняла как Симбу в мультике. Я думаю, что прямо сейчас мы можем сказать, что фестиваль «Видеожара-2018» Потом мы ушли со сцены и опять отправились в блогерский лаунж. Там нас предложили нарисовать карикатурщик. Сначала меня с Костей и Алисой, а потом и Настю с Катей. Алису приходилось развлекать, чтобы она смотрела вперед, потому что художнику, чтобы нарисовать лицо человека, нужно, чтобы он смотрел вперед, чтобы были видны как-то черты правильно. Алиса так миленько получилась. После Алису рисовали Костю. Мы-то не видели, что получается. Девочки видели, Настя хохотала. Но, как говорится, смеется тот, кто смеется последним. Ведь потом рисовали Настю и Катю. И у нас тоже был повод посмеяться. А меня, как мне показалось, изобразили какой-то слишком злой. Мне кажется, я в жизни намного добродушнее. Нет, я понимаю, конечно, что это карикатура, что мы все на себя как бы не похожи. Но моя суть – это доброта, а я получилась какая-то сердитая. Настя начала надо мной прикалываться. Говорит, это твоя суть, это твоя суть. Дескать, не такая я и добрая в жизни. Смешнее всех он. А что я какая-то злая? Я сначала обиделась на Настю с Костей за такие шутки. Но потом у меня появился повод дать Насте почувствовать себя на моем месте. Потому что ее нарисовали такой, в итоге, какой-то хладнокровной, стервозной даже как бы. Она еще сама посмотрела и сказала, что я тут на стерву похожа. А я ей тогда сказала, ну это, наверное, твоя внутренняя сущность. Так же, как она мне. Она, конечно, засмеялась, поняла, что это возвратка. В этот момент на видео жару пришел Дима Солярчин. Подошел ко мне, сам сказал, мы вас узнали. Здравствуйте, мы тоже вас смотрим иногда. Мне было очень приятно. Реально, это парень, который вообще не зазвездился. Он простой, показывает на канале все, как есть в жизни. Поэтому я люблю смотреть его канал. Еще очень многое видео жаре я вам расскажу в следующем влоге. Как видите, мы там встретили даже певца известного, знаменитого. А также я расскажу об одной неловкой ситуации, которая произошла со мной на видео жаре. До встречи, до следующих влогов.